Доброго времени суток вам всем! Знаете, в нашей церкви отступление зашло настолько далеко, что людей, соблюдающих заповеди Божьи и желающих оставаться верными Богу даже в самых тяжелых жизненных обстоятельствах, некоторые пастора называют тупыми субботниками. Поэтому я лично считаю, что сегодня как раз в капитализме это глупо по меньшей мере, а еще в большей степени это крайне эгоистично. Приходить устраиваться на работу и первое заявить капиталисту, я вот это, и ты мне субботу дай. Все субботники они тупые, они в седьмой день уперлись рогом, и больше ничего не надо. Подобную наглость пастора церкви АСД осветили несколько каналов YouTube. И многие люди, увидевшие это видео, начали высказывать свое недовольство по данному вопросу. Люди начали просыпаться и осознавать, что происходит что-то неладное. Поэтому служителям нужно было срочно успокоить людей и оправдать отступление, которое уже перешло все мыслимые границы. Здесь на сцене и появляется Василий Юнак. Под видео, где один адвентист осуждал отступление от Овенделя, Василий Юнак принялся обрабатывать полуслепые, неокрепшие умы и обелять организацию, содержащую таких горе-пасторов. Давайте прочтем некоторые из его комментариев. Василий Юнак пишет. Пасторы не молчат. Ото Венделя официально объявлен нежелательной личностью в евроазиатском дивизионе. Это объявлено по всем конференциям, всем служителям. И все служители должны были донести это до членов общин. А отслеживать все его лжеучения и отвечать на каждое из них, это не то дело, которым пасторы должны заниматься. То есть пасторы не молчат. Да, Василий Юнак? То, как не молчит Василий, я покажу вам немного позже. На что Василию отвечает некая Марина. Он, то есть Вендель, является членом АСД до сих пор, хотя и несет ложь. А что значит брат является нежелательной личностью? На что Василий Юнак отвечает. Есть такое понятие персона нонграта. Погуглите, что это значит. Отто Вендель проживает в Германии, где проповедует в русской общине. На русском языке. Церковь в России не имеет влияния на людей в Германии, но может высказать свое мнение для людей в России. Поэтому использованы именно эти слова. Давайте проверим, что означает выражение персона нонграта. Персона нонграта. Нежелательная персона. Дипломатический термин, назначающий иностранное лицо, которому властями принимающего государства или союза государств отказано в одобрении. А также дипломатический представитель, пребывание которого правительство государства или союза государств объявило нежелательным. Знаете, Василий, на данный момент я не вижу персону нонграта. Я вижу персону иммунитаз, то есть человека с дипломатическим иммунитетом, которому дана полная свобода действий, беспрепятственно насаждать лжеучения и уводить людей от истины. Вы объявили пребывание Венделя нежелательным? А может стоило Каминскому или другим лидерам евроазиатского дивизиона записать видео с порицанием лжеучений, которые проповедует тот Вендель? И нужно было это сделать в году так в 2015? В 2015-м, как это в свое время сделал Марк Финли по отношению к некоторым лжеучителям. Церковь в России не имеет влияния на людей в Германии, руководство попросту полностью устраивает то отступление, которое мы видим. Этот вопрос решается в два звонка. Президенту евроазиатского дивизиона Каминскому следовало позвонить Теду Вильсону и объяснить ему положение дел, что в Германии сидит лжеучитель, который разрушает адвентийское учение и проповедует на русском языке, что отрицательно влияет на русскоязычного слушателя по всему миру. Вильсон, в свою очередь, должен был позвонить в руководство конференции в Германии и попросить сверить слова Венделя с учением адвентистской церкви и подготовить Ото Робертовича к пенсионной жизни. Этот вопрос можно было решить в течение месяца, максимум двух. Но так как всем наплевать, Ото Вендель уже многие годы ведет свою бурную деятельность по распространению ложных учений. Подобная индифферентность служителей проявляется там, где идет речь о лжеучениях. В других же случаях адвентийское руководство очень предприимчиво. Пойти вместе поучаствовать, свечи подержать в католических храмах, папе римскому руки пожать, экуменические хартии подписать, поучаствовать в молитвенных завтраках, рассказывая, что мы с мусульманами и иудеями одному Богу служим. В этом руководство проявляет суперпредприимчивость. Но если вы посмеете поставить билборд или дать рекламу с треханглийской вестью, если вы закажете контейнер с буклетами, содержащими истину для настоящего времени, то будьте уверены, некоторые руководители могут удивить вас своей предприимчивостью и быстрой реакцией на происходящее событие. Но адвентийский пастор десятилетиями может безнаказанно проповедовать лжеучения на весь мир, и все будут делать вид, что ничего не замечают. А если сами члены церкви начнут возмущаться, то будут названы отступниками, поливающими церковь грязью. А что делать людям, которые болеют за свою церковь и переживают о членах церкви, которые могут заразиться подобными лжеучениями? Что делать адвентистам, которые переживают за свою церковь? Василий Юнак даст вам несколько советов, немножко позже. Далее Василий Юнак пишет. Делать замечания Венделю делал и не раз. И даже на моем канале есть открытое видео против него, и он об этом знает. И на моем сайте опубликовано немало разоблачений Венделя. Но вы поторопились своим языком, и вам не стыдно? Возможно, я не все делаю, что мог бы. Не на все хватает времени и сил. Но я не бездействую и не молчу. Я решил проверить, как Василий Юнак разоблачал Венделя у себя на сайте. Перешел на его сайт, вбил в поиске слово «Вендель». И вот что получил. Одно видеоинтервью Василия Юнака с Сергеем Степанюком. Я ни в коем случае не хочу оговаривать Василия. Может быть, где-то он и выступал против Ото Венделя. Лично я такой информации не нашел. Мы обязательно рассмотрим и это видео, которое я нашел на сайте Василия Юнака. Но перед этим позвольте поделиться с вами еще кое-чем. Я начал искать в интернете, где же Василий Юнак обличал лжеучения Ото Венделя. И наткнулся на его публикацию в «Одноклассниках» за 2015 год, где Василий Юнак поливает грязью Энрикеса и вешает на него ярлык реформиста и отступника, только потому, как Энрикес разоблачает отступление. Под этой публикацией я обнаружил очень интересную переписку, которой я хочу с вами поделиться. В далеком 2016 году человек по имени Петр жалуется Василию Юнаку на лжеучения, которые проповедует Ото Венделя. Он пишет, вот, например, пастор Вендель отвергает пророчество 1260 лет, но он адвентист. Он отвергает дух пророчества, отвергает учение адвентизма, учение о папстве. А он мало того, что адвентист, так еще и служитель. Так кто решает, кто есть адвентист? Членство в церкви? На что Василий Юнак отвечает положительно. Да, членство в церкви АСД определяет, является ли конкретный человек адвентистом седьмого дня. Я всегда думал, что адвентист – это тот, кто принял и проповедует учение адвентизма. На мой взгляд, Энрикес, проповедующий трехангельскую весть, намного больше адвентист, чем Вендель, который имеет корочку адвентистского служителя, но отвергает все столпы адвентизма. Или Юнак, который защищает лжеучения руководства. То, что Василий пишет дальше, лично меня очень удивило. Он пишет, к сожалению, не всегда можно сразу заметить и отреагировать на ложное учение. Этому способствуют определенные обстоятельства, о которых здесь нет смысла говорить. Приведу лишь пример. Александр Степанов еще шесть лет назад открыто учил то, что противоречит учению церкви АСД. Но лишь в этом году его рассмотрели и уволили с пастерского служения. Уверен, что наступит время и для других пасторов. На что Петр отвечает Василию. Если у вас шесть лет берет уволить человека за ересь, то представьте, сколько вреда он нанес делу Божьему, пока вы долго терпели. Это не локальный местный случай, это повсеместно, начиная с президента Генеральной конференции. Если президент Генеральной конференции проповедует ересь, то что ожидать от остальных? В понимании Теда Вильсона, начертание зверя – это любой день, кроме субботы. Разве это определение дает нам Библия и Дух Пророчества? Разве начертание зверя – это не воскресный день? Я полностью согласен с мнением Петра. И мне немного непонятны слова Василия Юнака. Что означает, к сожалению, не всегда можно сразу заметить и отреагировать на ложные учения. Василий Юнак, посмотрите на свой календарь, подходит к концу 2020 год. Что было сделано по вопросу лжеучений, которые распространяет УТО Вендель? Василий Юнак просто не мог не защитить отступившее руководство. Он пишет Петру, что касается ереси у президента Генеральной конференции, то это еще один образец, как сплетники и клеветники вырывают слова и подгоняют их под надуманные обвинения, чтобы только очернить церковь АСД. Знаете, все это очень начинает напоминать православие. Где вы ересь ищете? У святейшего? Перестаньте. Успокойтесь. Серьезно говорю. Давайте рассмотрим, какие доказательства были даны Василию. Это было еще в августе 2014 года. Пастор Уилсон сидел на беседе конференции с Марком Финли и другими лидерами. Они обсуждали трехангельскую весть из 14 главы книги Откровения с 6 по 12 стихи. Они проходили текст за текстом. Когда они дошли до 9 стиха, говорящего про начертание зверя, у него спросили, «Мистер президент, скажите миру о том, что такое начертание зверя». И президент сказал, начертание зверя – это поклонение в любой другой день, недели, кроме субботы. Послушайте, что он сказал. «И попытка изменить Божьи 10 заповедей так, чтобы день поклонения стал другим днем, кроме седьмого дня субботы». Вообще-то, начертанием зверя будет поклонение Богу в любой другой день, кроме этого конкретного дня. Потому что именно этот день является знаком Божьей власти. Давайте сравним начертание зверя с печатью Божьей. Потому что печать Божья для Божьего народа в последние дни будет их любовью и верностью Ему и соблюдением дня, который Он учредил и осветил, соблюдением субботы седьмого дня. Таким образом, вы запечатлены особой связью с Ним, соблюдая этот день. «Любой, соблюдающий любой другой день, кроме этого дня, в итоге будет соблюдать знамение или знак власти зверя, который изменил день поклонения на другой день». «Другой день». Послушайте, вернемся к его словам. Цитирую. Начертание зверя – это поклонение Богу, когда? В любой другой день недели, кроме того особого дня, потому что этот день является знаком Божьей власти. Давайте сравним начертание зверя с печатью Божьей, потому что печать Божья для Божьего народа в последние дни будет их любовью и их верностью Ему и их соблюдением дня, который Он учредил и осветил, субботу седьмого дня. Послушайте дальше. Таким образом, вы запечатлены особой связью с Ним, соблюдая этот день. Любой соблюдающий любой другой день, кроме этого, в итоге будет соблюдать знамение или знак власти зверя, который изменил день поклонения на другой день. Это и есть ересь, друзья мои. С уважением к человеку я называю это заблуждением. Что, если я отвергну субботу и назову понедельник своей субботой? Станет ли понедельник начертанием зверя? Кто является зверем? Папство. Разве папство назначило для поклонения просто любой другой день недели, сделав любой день днем Господнем? Что, если я буду соблюдать среду, как свой день поклонения и покоя? Буду ли я тем самым носить начертание зверя? Почему же наши президенты говорят так лукаво? Почему настоящий президент боится публично исповедовать истину для настоящего времени и назвать грех его истинным именем? Как этот человек может быть голосом ангелов из 14 главы книги Откровения? Однако этот человек еще жив, и поэтому у него есть надежда. На что Василий Юнак отвечает? Если мусульмане откажутся праздновать воскресенье, они тоже избегут начертания зверя? Но если мусульмане откажутся от принятия воскресенья, как дня поклонения, что будет с ними? Они останутся без печати Божьей и без начертания зверя? Что говорит на этот счет Писание в Откровении 13.8? То, что говорит Эд Вильсон, вполне соответствует учению Библии. Далее Василий говорит, не я, не Тед не отрицаем, что воскресенье есть начертание зверя. Но вот что только воскресенье, это уже ваша с Энрикесом выдумка. Что вы хотите от рядовых членов церкви, если президент Генеральной конференции не знает, что такое начертание зверя? В 13 главе описан зверь, выходящий из моря, который символизирует папство. У этого зверя есть только один знак его власти. Это воскресный день. Никакой-либо другой день. Это не четверг, не пятница. Никакой-либо другой день. Это воскресный день. Почему же президент Генеральной конференции не проповедует истину? Почему Василий Юнак, который преподавал в Заокском и является интернет-евангелистом, не отстаивает истину? Почему эти люди так дешево продаются? Директора дела духовного наследия. Позвольте с вами поделиться некоторыми цитатами из духовного наследия. Иоанну дано было видеть людей, отличающихся от тех, кто поклоняется зверю и образу его, соблюдая первый день недели. Соблюдение этого дня, то есть первого дня недели, и есть начертание зверя. Знамение или печать Божья проявляется в соблюдении седьмого дня субботы, Божьего памятника творения. Знамение. Начертание зверя состоит в обратном, в соблюдении первого дня недели. Не пятница, не четверга. Первого дня недели. Вот вам и директор духовного наследия. И напоследок. Помните, как Василий говорил, что он разоблачал лжеучения Венделя, и что нам следует заглянуть на его сайт, и мы увидим там эти разоблачения. Я показал вам, что на сайте Василия я нашел видеоинтервью с Сергеем Степанюком. Это все, что выдал поиск о Венделе. Вы просто обязаны это услышать. Таких строгих разоблачений мир еще не видал. Обратите особое внимание, что это видео от 27 мая 2020 года. Ваше отношение к таким адвентистским проповедникам, или как их вернее назвать, как Вальтер Вайс, или Вальтер Пайт, по-разному говорят, Отто Вендель и Дэвид Гейтс. Как вы оцениваете их деятельность и их видеоролики? Насколько они полезны? Ну же, интернет-евангелист, это твой выход. Василий, это замечательная возможность предупредить людей о лжеучениях Венделя. Предупреди народ об этой персоне нон-грата. Скажи, чтобы люди не слушали его, потому как могут погибнуть, если примут его лжеучения. Это же такая хорошая возможность. Очень политический вопрос. Нужен очень дипломатический ответ. Мы понимаем, что есть разные люди, есть либералы, есть консерваторы, есть со своими мнениями, есть со своими взглядами, есть со своей техникой евангелизации и проповеди. Есть те, которые настоящие служители, а есть те, которые, ну, не нам судить, я сейчас не о них конкретно буду говорить, а просто хочу сказать, что, почему апостол Павел говорит, что есть те, которые превратно проповедуют. Не хочу судить служителей Божьих, потому что апостол Павел писал Тимофею, в свое время он говорит, обвинение на епископа или на пресвитера принимая не иначе, как при двух или трех свидетелях. И уже сказав об этом, он прямо сказал, что это не должно быть публично, а это должно быть так, как Христос велел. Пойди, скажи ему сам напрямую, поговори с ним. Если это тебя не удовлетворит, то пойди, возьми свидетеля одного или двух, двух или трех, и иди к старшему служителю. Тимофей был старшим служителем, Павел был еще старшим. И говори со старшим служителем. И отдай это дело служителям. Они разберутся. Точно так же, как не детям разбирать ошибки своих родителей, точно так же нерядовым членам церкви разбирать ошибки служителей церкви. Тихо, спокойно. Корабль плывет. У штурвала мудрый человек, который живет для церкви и ради церкви. А для чего он еще живет? Для того, чтобы на Карибы съездить, или на Кубе на серферной покататься. Он для церкви живет, патриарх. Он у штурвала. А вы где? А вы в каютах спите или в карты играете? Так вот, спите в каютах и доверяйте тому, кто у штурвал. Не дергайтесь. Я не хочу сказать, что у служителей ошибок не бывает. Я не хочу сказать, что служители не бывают, не бывает, что служители говорят какую-то ересь. Бывает. И иногда я с этими служителями сам могу столкнуться и писать им лично, кому могу, и спорить с ними, и обличать их. Но это не вопрос широкой публики. Поэтому оставим этих людей на их ситуацию, которая четко прописана в Библии. И потому вопросы служителей пусть решают служителей. Я скажу даже, когда задали этот вопрос Теду Вильсону, положение которого гораздо выше моего, несравненно выше. Тед Вильсон ответил точно так же. Я только знаю, что он является служителем церкви. У него есть какие-то свои особенности. Спите в каюте и верьте, что у штурвала стоит мудрый человек. И не вам его заменять у штурвала, потому что вы не знаете ни карту глубин, ни маршрут корабля. А он знает. Я бы серьезно говорю, знает. Иначе бы не был патриархом. Бог случайных людей на патриаршество в русской церкви не ставит. Не верите, проверьте историю, почитайте. Так что будем спокойны. Мир всем. Ну и с Богом на работу. Моя весть к вам такова. Не соглашайтесь более слушать без возражений то, что извращает истину. Каждый должен быть начеку. Бог призывает всех верующих встать под окрашенное кровью знамя князя Эммануила.